Доброго времени суток, подписчики и гости канала! А если вы впервые на этом канале, я посоветую вам немедленно оформить подписку, чтобы в дальнейшем не пропускать новинок и быть в курсе событий. Сегодня занятия с отягощениями стали своего рода подспорьем практически для любого вида спорта. В настоящее время бодибилдинг практикуют все, от представителей силовых ведомств до шахматистов. Можно с уверенностью сказать, что культуризм – один из самых популярных неолимпийских видов спорта. И далеко не секрет, что любой профессиональный атлет уделяет достаточное количество времени на занятия с отягощениями, поскольку атлетизм повышает многие показатели в основных видах спорта. Многих интересует вопрос, почему спринтеры на 60 и 100 метров имеют такие потрясающие мышцы, почему так сильно от них отличаются марафонцы, чьи фигуры напоминают людей, страдающих от глистов и недоедания. На самом деле, ответ на этот вопрос довольно прост. Во время бега задействуются все мышечные группы. Как известно, быстрота и скоростные способности спринтера находятся в прямой зависимости от силы, проявляемой основными мышечными группами. Это говорит о том, что работе над силой необходимо отводить достаточное внимание и время. Бегунам на короткие дистанции необходимо как можно в кратчайшие сроки после старта развить наибольшую скорость бега и тем самым прийти к финишу первым. Для этого стартового рывка, который длится не более минуты, как раз нужны мышцы. Совсем наоборот, дело обстоит с бегунами на длинные дистанции и марафонцами. Необходимости в резком и быстром старте у них нет. Тут имеет значение общефизическая выносливость, правильная постановка дыхания и тренированность сердца, которые достигаются кардиотренировками и аэробными упражнениями. Свой вес придется нести к финишу зачастую несколько часов, а потому чем меньше вы весите, тем легче вам это будет делать. И здесь лишняя мышечная масса ни к чему. При тренировке спринтеров используются упражнения на развитие взрывной силы. Точно такой же принцип тренировок используется при тренировке тяжелоатлетов. И данный метод приводит к увеличению мышечной массы. Также стоит отметить, что спринтеры дополнительно тренируются с тяжестями. А вот марафонцы и другие спортсмены, которым нужна выносливость, зачастую даже стараются снизить вес, ограничивая питание. Кенийские спортсмены, которые лучше всех в мире, бегают на большую дистанцию, очень худые и достаточно слабые. Вся силовая нагрузка у них – это подъемы на холмы, да и то, если они встречаются на пути. Также далеко не на последнем месте стоит вопрос фармакологической поддержки, которая позволяет спортсменам увеличивать мышечную массу. А теперь давайте наконец поговорим про этого парня. Его имя – Гарри Айкинсерити. И сегодня наш выпуск будет посвящен этому спортсмену-спринтеру. Погнали! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Гарри Айкинсерити родился 29 августа 1988 года. Учился в средней школе Гриншоу в Сатане с 2000 по 2006 год. Его рост 1 метр 80 сантиметров, а вес 85 килограмм. Ходят слухи, что максимальный мышечный вес атлета доходил до 95 килограмм. Но в это сложно поверить. В 2005 году Гарри удостоился звания «Звезда года», так как был первым спортсменом, завоевавшим золотые медали на 100 и на 200 метров на молодежном чемпионате мира. Его лучшие показатели 60 метров 6,55 секунд, 100 метров 10,08 секунд, 200 метров 20,46 секунд. В 2007 году в его позвоночнике были выявлены незначительные трещины и подвывихи. Целый год Эрити находился на реабилитации, восстанавливал свое здоровье и просто весело проводил время. Как и любой другой спортсмен, Гарри поднимался и падал, получал травмы, восстанавливался и возвращался в свою игру. И всегда в хорошем настроении. Популярность на просторах интернета он получил ввиду того, что является обладателем внушительной мышечной массы. Что касается специфики его тренировок, Гарри Эйкинсерити тренируется как стандартный бегун-спринтер, что подразумевает под собой различные варианты бега и рывковые тренировки. Рабочий день Гарри начинается в 9 часов утра, в 10 часов начинается разминка и тренировка на 60 и 100 метров. Тренировки делятся на скорость, выносливость, силу и отработку техники. Один из секретов Гарри заключается в том, что никогда нельзя выкладываться на 100%. Спортсмен считает, что хорошая тренировка должна быть максимум на 70-80% от максимальной мощности. И только в этом случае нас будет ждать прогресс. Выкладываться на 100 и больше процентов мы должны на соревнованиях или для фиксирования результатов. Вторая тренировка начинается днем, и это тренировка с железом. У Гарри достаточно хорошие силовые показатели. Например, присед 250 кг, жим лежа 170 кг, подтягивания с дополнительным весом в 60 кг. Обычно Гарри выполняет по 2 повторения в 4 подходах на каждом из упражнений. Также Гарри выполняет множество других упражнений из арсенала бодибилдинга, делая упор на проработку мышц ног. Большое внимание уделяется специфической тренировке икроножных мышц в многоповторном режиме. Гарри утверждает, что самое важное – уметь держать правильный баланс в тренировках, поскольку чересчур закачанные мышцы могут снизить показатели бега. Упражнения с отягощениями могут быть как полезными, так и вредными для спринтера. Это оружие, которым мы должны уметь пользоваться. И только в этом случае оно сделает нас сильнее. Нежелательно иметь чересчур раскачанный вверх тело. Но судя по количеству мышечной массы Гарри, это правило его не касается. После тренировки в спортзале Гарри направляется на массаж. Ему делают так называемый спортивный массаж. Спортивный массаж – это вид массажа, который применяется для усовершенствования физических возможностей и увеличения работоспособности спортсменов. Применение этого вида массажа способствует скорейшему достижению спортивной формы, а также ее удержанию. И рабочий день заканчивается в 6 часов вечера. Такой режим повторяется 6 раз в неделю. Теперь рассмотрим диету Гарри. Атлет питается 3-4 раза в день, чем шокирует любителей и фанатов бодибилдинга. Всем привет! Меня зовут Гарри. И в основном я бегаю, иногда немножко подкачиваюсь, ем пару раз в день. Хочу обратиться к русским пацанам, которые качаются, кушают грудку, спят и срут по режиму. Как там у вас дела в качалке, пацаны? Все верно. Вы не ослышались. Гарри не ест 8 раз в день, чтобы поддерживать свою мускулатуру. По мнению самого Гарри, его мышечная масса вообще является всего лишь побочным эффектом его тренировок. У Гарри в команде есть личный диетолог, который дает советы, одобряет или запрещает употреблять те или иные продукты. В зависимости от поставленных целей, диета Гарри может меняться в сторону повышения углеводов или их понижения. Как было сказано выше, Гарри мог набирать до 95 кг. Только подумайте, почти 100 кг мышечной массы, которая несется на 100 метров, как мать его сам Флэш. Заявлено, что Гарри употребляет много спортивного питания. Но стоит отметить, что это спортивное питание фирмы, с которой у него подписан контракт. Судя по отзывам независимых экспертов, фирма особым качеством не блещет. А потому у нас есть большие сомнения относительно того, что Гарри на самом деле употребляет продукты этой фирмы. И употребляет ли он спортивное питание вообще. Но такой ход уже давно практикуется среди серьезных спортсменов. Так что в этом нет ничего ужасного. Ну а теперь немного горькой правды. После скандала в 2016 году, когда хакеры взломали ВАДА, интернет узнал, что Гарри разрешено употреблять сильнодействующие лекарственные вещества по состоянию здоровья. И это далеко не какой-нибудь мельдоний, а весьма серьезные препараты, повышающие результативность. К сожалению, это весьма распространенная ситуация в профессиональном спорте. А свое мнение относительно увиденного вы можете оставить в комментариях под этим видео. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч на канале!